Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Отчет за прошедший день. Номер 64. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 13 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Я сегодня специально по Википедии здесь поискал все, что о нем есть, себе скопировал. Заново подновить. У меня было очень много литературы, за рубежом я был. Там просто книга из одних фотографий. Я первый раз это видел. Как он пришел к этому? В какой момент написал? Еще и еще раз посмотрел. Он едва пишет, говорит, как у меня сердце не разорвалось от всей этой, что было-то. И он увидел. Вот что-то написал. Последняя фраза, когда он был императором и уходил. Не будет ли у нас вот так? И не скажет ли о нас вот так? А кто к этому подвел? Тут вопросов очень много. Это как эпиграф вот к этой тематике, к ролику. Ну и дальше я вот показываю. Вы смотрите в это дело. Что я не бываю ни в Одноклассниках, ни в ВКонтакте. Заходите прямо на форум. Мне оттуда переносит. Вот оно. Показывает, что прочитаете. Помощь мне. Ну и дальше. Что тут пишут? Игла Ольга Четверикова. Русская церковь и капкан Ватикана. А, ну вот где это есть. Теперь много пишут, что сейчас, прямо сейчас спрашивают. Из разных стран даже. Как вы на это смотрите? Никак не смотрю. А вы знаете, вот что они там делали в тайной комнате, то другое, уже все известно. Какая-то тайна. Я вообще этим не интересуюсь. Будет то, что Бог назначил. От меня это не зависит никак. Ну, я могу сказать, что встречаться надо, определенно надо встречаться. Но какие последствия, о чем говорили они, что это все сокрыто. Я говорю, что больше всего не нравится в папстве. Уже не раз говорил. Вот у меня есть книга, покажу их к истинному православию. И там три большие статьи. Большие статьи написал. «Щелокоубийство и ложь Ватикана. Гордость папства и надежда или трагедия». О том, как являлась ли у них там икона в Португалии, Фатимская. Кто там? Дальше. Виктор Савченко. Мир вам, Игнатий Тихонович. В интернете видны сообщения о Всеправославном соборе. И некоторые называют этот собор восьмым Вселенским собором. Правильно ли называют? Или это еще не восьмой будет собор? Да. Игла. Ну, нет, конечно. Седьмой все православные. Вот оно написано. А здесь другое. Нападает везде Дудин Сергеев, священник. Ну и тут переписка установилась даже у Соболева. Я ему отвечаю. Вот как. Игла. Он про анафемы долдонит. Вообще не соображает. Почему я их выставил? Анафемы там. Он говорит, это Игнатий не знает. Седьмой Вселенский собор. Это против него. Меня это вообще не касается. Он не понимает даже, о чем. Это не мое. А мне прислал из Америки протестант. Это первое. И там я указываю. А второе то, что мне не автор нужен этих анафем. А отношение к самим анафемам. Кто бы он ни был. 1 Коринфянам 4.5. Запрет на подобное израгание. И далее привожу всего четыре анафемы из Святой Библии. Нелюбовь ко Христу и искажение Святой Библии. 1 Коринфянам 12.3. 1 Коринфянам 16.22. Галатам 1.8.9. Если сказано, не убей, то разницы нет, кто убивает. Папа или патриарх, или Гитлер, Сталин. Трупы везде пахнут одинаково. 1 Коринфянам 4.5. Вот главное. Почему не надо анафемы говорить, не надо канонизировать? Почему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь? Кто не пришел никак, ни направо, ни налево. Направо канонизировать, налево придавать анафемы. Это не дано людям. Который и осветит скрытое во мраке. Он еще не осветил. На суде Божьем откроется. И обнаружит сердечное намерение. Намерение, с каким это было сделано. И тогда каждому будет похвала от Бога. Да. У католиков 1 миллион 100 тысяч монахов и священников. И это не день, не два, а полторы тысячи лет и более. Но пришел дефрейтор Шикли Грубер. И в течение всего одного года полностью захватил умы католиков. И показал то, что им не снилось ранее. Также Джугашвили пришел на почву тысячелетней работы мертвецов. Которых было до 200 тысяч монахов и священников. И в течение всего лишь одной пятилетки. И праха не оставил от трухи монашеской. Апостолы и первые христиане пришли на тысячелетие традиции язычества. Их инициации. Как говорит этот поп-безбожник. И заквасили весь мир, всю вселенную от края до края. Это я говорю безбожник, он совершенно не верующий этот. Дудин, я присмотрел, что он ничего не понимает. Бог отнял от него веру, видимо, совершенно. Где Дух Святой трудится, люди уверовали. И говорит, нам все открылось. Он не понимает, инициация какими-то словами безбожних. Рим 10.8. Римлянам. Ну что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Проповедуем. Не на полочке стоит. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил тебя из мертвых, то спасешься. А если ни того не будешь делать, исповедовать, ты не спасешься. Тысячи лет-то спасались или нет еще в России-то. Не учили исповедовать их, и сердцем веровать они не знали, книги не было-то. Говорить страшно. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. А не исповедовать-то, и ко спасению никакого нет. А что могли исповедовать-то? Вообще не было Евангелия. Ни одного. Так что-то маленько в толстых корочках, там под именем Златоуса, там все было. Ибо Писание говорит, всякий верующий у него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ну как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Ну как? Нет проповедующего. Как услышать? Веры-то никакой не было. Какая святая Русь? И дальше... И как проповедовать, если не будут посланы? И не послали. Самые крепкие, самые сильные, героические люди, твердые, шли в монастыри. И за стенами они погибали, не давая потомства. Чего не понятно-то? А почему я эти слова говорю-то? Не было бы никакого фашизма, не было бы никакого коммунизма, не было бы мусульманства, масонства не было. Если бы проповедовали, то... Полтора миллиона, считай. Миллиона. А это один проповедник захвасит весь мир. Вот о чем я речь-то веду. Не было проповедей, уже пришли полному краху. Полная исламизация Европы. И продолжает дальше давить. Вот одержимость бесовская просто. Но сегодня не надо ничего доказывать. Уже все совершилось. Бог отверг. Уже ничего нету. Постхристианская эпоха началась, как пишут. Как написано. Как прекрасны ноги благовествующих мир. Благовествующих благое. Как прекрасно. А у них ноги лопаются, на одном месте стоят. Вены лопаются у священников. Но не все послушались благовествования. Ибо Исайя говорит. Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания. А слышание от Слова Божия. Не от басней. А от слышания Слова Божия. А его не было. И только в 1876 году перевели на русский язык Библию. Я не знаю, еще тут непонятно. Проповедей не было. И Евангелия не было. Поэтому Сатана насеял тернии разные, под разными названиями. О чем толковать? А кто больше всего противился монашеству? Они прямо за стены везде. Что говорит-то нет рождаемости? А рождаемость, когда монашество говорит, что не надо жениться. Что непонятно-то? Да не просто жениться-то не надо. Это дар Божий. Но по 11 тысяч у пахоми монахов. Были такие, где по 50 тысяч было. Государцы начали разваливаться. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их. И до предела вселенной слова их. Так поэтому, если прошло, и до вселенной, и не слышали, то есть слышанные не обратились, а то еще спрашивают, когда не слышали. Не проповедовали, прятались от народа и повыперли на пустое место фашисты, коммунисты, масоны, мусульмане. Я только про это говорю. А они все могли бы стать христианами, если бы эту массу людей посвящали в духе Святом Словом Божиим. Сильные и смелые, которых законсервировали, и они ушли в песок, не давая потомства. Где Константинополь? Не Стамбул ли там? И не ИГИЛ ли вырос? И сегодня вякоть Златоусте и других, когда от их кафедр нет воспоминания, как пишет путешествия по тем местам Андрей Кураев. Не Порошинки. Опять же зато, как не понимать. Иоанн Златоуст, Иоанн Златоуст говорил. Ну говорил он, говорил. Но теперь Иоанн Златоуст, мысленно вообразите, что он живой. Он пришел, не христиан, нету. Почему? Да потому что вы монашество проповедовали. Сегодня прямо говорят, самая быстро распространяющая секта свидетелей Юговы. А почему? Да все до одного идут от двери к двери. Не все поверили слышному, правильно. Но поверили-то большей частью. Самая быстро растущая секта. Почему? У них в основе стоит. Все до одного должны проповедовать. А острова все захватили на 200 с лишним языков. Православие-то где? В кучке. И главное, ничего не говори. Смирение. А то гордыня, прелесть, гордыня, прелесть. Вот и с апреля ничего и нету. Нету. Друг друга пожирают. Все нужно рассматривать только и единственно во свете Святой Библии. Ибо по словам Христа будет страшный суд Божий, а не по этим ракобесным инициациям православия. Но у нас люди, которые обратились, и сомнения у них исчезли. Адудин говорит, это инициация, это произошло, то другое. Он слов этих нахватался и не понимает. Каламбурит, клоун на верхотуре стоит. И они его считают нормальным, какую-то должность там дают, информационное что-то. Такая беда, такая игра идет. Адурели совершенно от этих должностей, строят какие-то должности. Мир погибает, Россия рушится. Опомнитесь. Иван Гелиотеана, 12-48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день. Но если оно будет судить, ну, значит, по нему и жить надо. Не по монашеским уставам. По нему жить по слову, не по златоусту, не по всели великому. А они образец православия. Но и остались ни с чем. Где проходили вселенские соборы, вообще ничего нет, одни развалины. Нету, ничего. Второе послание Петра, 2-2. И многие последуют их разврату. И через них путь истины будет в поношении. Так вот сейчас разврат, это развращенный ум, думает, вопреки Евангелии пойдет. Только не ходи, не проповедуй, ничего не надо. А кто разрешил, то есть блокирует все время. Канон придумали, говорить нельзя. Какой канон, покажите. Какой канон может превысить то, что сказал Христос, идите по всему миру. Дальше. Вот у человека не стало сомнений. Его коснулась благодать, дух святой стал хозяином его сердца, мысли, желания. А для безбожника сам этот видимый факт всего лишь манипуляция гуру, инициация. Это я говорю о дудине Сергея. Для него это вот слова он их услышал, а громадежка совсем не ковдышная. Дальше. Порошинки знает. Нет ни прощения грехов, крещения по канонам, ничего он не видит. Он заранее выставил себе вешки на пути в преисподнюю, и мыслит категориями духа лжи, ибо не имеет никакого отношения к водительству и просвещению духом святым. Старые мехи не вмещают новое вино, радости рождения свыше. И он зловонный падалью своей грешной жизни трясет перед идущими мимо него и лопается от злобы, что не верит в его чревовещательство и сытого чрева и животолюбие. Это профессиональные богохульники, а жидовского кагала от блески. От блески. От блески. От его мозгов, как от раскаленной плиты, отскакивают капли живительной влаги Слова Божия. Предвзятость не дает здравомышления, а злоба вообще отнимает разум. Святой Исидор Пилусиот. Вера Мурник. Здравствуйте, Игнатий. К нам в гости прибыла моя тетка, о которой я вам поговорила. Я очень желаю, чтобы вы с ней пообщались. Но мне кажется, что она не очень горит с желанием общаться с православным богословом. Но я постараюсь, если вы не возражаете ее уговорить, и мы с вами свяжемся. Я очень большие надежды полагаю на вас. Только вы с помощью Божьей сможете открыть ей путь истины, от которого она так далека. Меня смущают записи, которые у вас идут. Можно ли как-то без них? Ну, не записывать в интернет. Я отвечаю нет и закрываю никак. А зачем мне это нужно? Я говорю одному человеку, а тут увидят их намного больше. Уже 2 миллиона только посещений, не посещений, как назвать, просмотров. Юрий Соболев. Похоже, это только начало. Сергей Дудин. Послушайте, Юрий. Ему пишет Сергей Дудин. Вот так пишет ему. Послушайте, Юрий, и дайте оценку этому выступлению отца Андрея Кураева. Видишь, куда начинает там? Причем-то спасайся, душу спасай, дай оценку. Дальше. Или для вас и он просто безграмотный докладчик, банальный профан, который не умеет так наукообразно говорить, как вы. Дальше Сергей Дудин. Ссылки, приведенные вами, работа о теоретической необоснованности монашества в Священном Писании, учения, которые полностью противоречат святоотическим учениям о монашестве. То есть, Священное Писание, а ему противоречит учение о монашестве. К чему надо прислушиваться-то? Они вообще ничего не понимают. Веры-то в Бога никакой нету. Они берут самую низкую планку. Человек сказал, а ты сверься, сказал им по слову Божию или нет-то. Бог будет судить как? По слову моему. Они не понимают, они неверующие, безбожники. Ваши рассуждения абсолютно неправославны. Прости вас, Господи. Неправославны, имея в виду православие, которое вы здесь построили сейчас. Православие. Юрий Соболев. Началось испражнение, о котором вы предупреждали. Троллит со всех сторон. Игла. Он тяжко, нецельно болен подозрительностью, банальной глупостью и парафонизирует все под свое крошечное понимание ситуации в мире. Он еще не понимает, что в мире делается. Ему не дано. Он не понимает. Он знает, вот сегодня ему кормушка дала, залез, говорит, передними ногами, перелезай задними, щавкай там, стой. Не видит, что если бы на Западе делали то, что делал Гитлер, то есть учили, то и Гитлера не было бы. Тоже блага. Благанное чудо черноты погубил и Восток. Стоило бы делать то, что делают мусульмане и лжесвидетели под именем Еговы. И видно, что эти миллиарды могли быть христианами и даже православными. Рассуждать-то и нечего. Примерами мы обставлены такими живыми. Что где звучит живое слово, даже если оно и из преисподней. Оно дает плоды. И приход в это пекло тех, кто при проповеди Евангелия могли бы иметь надежду на спасение. Вот это я ему даю ответ, как бы перехидываться туда. Ну и дальше. О, я говорю, а Юрий Соборевич это написал в это время. Что он написал? Все так, именно так. Я полагаю, дальнейшее общение, если его можно назвать таковым, бессмысленно. Мне жаль тратить на это время и силы. А также более нет желания соприкасаться с этой формой лжи и невежества. Ну да. Вот он и поговорил с ним. Это человек, преподаватель. В университете, в академии. Он ему как кинул здесь впереди. Вот можно даже показать. Вот здесь вот какие ответы у него были. Большие. Это я ответы эти переписал. Вот они. Большие ему ответы кинул. А он ничего не понимает. Он тут же кидается на другое. В эти. Три, четыре. Вот какие. Я даже остановлюсь. Может быть даже видно будет. Вот ответ он дал ему такой. Я даже не стал смотреть дальше. Вот посмотрите. Может тормознете и как-то увидите, что там есть. Это считать очень многое и мелкое. Вот. Я даже все не прочитал. С кем он связался, схрестнулся, этот Дудин. Несчастная душа. На мне он напоролся. Хорошо, что на мне. Он рыскает что-то, подыскивается. В это время другие отдыхают от него. Как говорится, Гебберс отдыхает, Йозеф. Что тут? Кто это? Коля Николаев. Все же. В это время пока сейчас говорили, он написал, что тут. А мне было интересно увидеть там призыв к благовестию. Неожиданно. А, надо говориться о патриархе, что он там был. Ладно. Так, это у меня что сейчас тут? Подожди-ка. Это новое. Вот, вышло. Филипп Шеремет. Во всем и всегда доверять только Господу. И никогда не будешь разочаровываться. Абсолютно. Игнатий Тихонович, как спасаться на православных христианах в современном миру? Ну, так спасаться как. У меня много об этом написано в любом ролике. Особенно вот здесь вот. Называется наш сайт во свете Библии. Православный библейский сайт. И вот здесь вы найдете, что вас интересует. 4124 вопроса. На которые идут ответы. Заходите. Тут все, абсолютно все сказано. Вот так. Ну и дальше. Цитата Иулия. Ольга Овчинникова. Я мать двоих детей. Мальчики. Так получилось, что воспитываю их одна. Ну, дальше я отвечаю. И что нужно идти? В церковных лавках у вас там в храмах есть довольно подобного материала. Обратитесь к батюшке, и он лучше посоветует. Потому что издали как... Издали. Потому что издали, как во все детали вникнуть. Бог вам в помощь. Дорогу к храму нетрудно найти. Христос отворит стучащему. Алексей Захаров, добрый день. Скажите, пожалуйста, а белый дьякон может быть неженатым? Я отвечаю. Сходите к священнику. Он даст вам ответ. Лучше, конечно, жениться и не портить себе и другим жизнь. Если нет таланта жить одному. Быть одному – это полная отдача Христу. Тогда и дьяконство вам будет не нужно. Вот ответ. Екатерина Сысоева. Доброго времени суток, уважаемый Владимир Тихонович. Я очень благодарен вам за ценнейшую информацию о слове Божьем на вашем канале и на сайте. Мне очень это интересно. Все, дальше считай. Вот ответ. Там просто посмотрите, а тут ответ. Долго считайте. Если человек поистине верит во Христа и получил рождение свыше и вадим Духом Божиим, то ему абсолютно безразлично, что люди о нем будут говорить. Одному спасаться легче и пользы больше от него. Но сами смотрите. Сходите там на совет к батюшке в любой храм. Я посылаю их туда в московскую патриархию к батюшкам. Они ничего этого не понимают. 1 Коринфянам 7.34. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Вот так. Дальше. Здравствуйте. Вы не могли бы мне подсказать, правда ли, что девочкам маленьким в храме не обязательно носить косыночки? Я отвечаю. Не косыночка, а полностью все до волосинки должно быть закрыто в храме. От пеленок так. А в иное время голова тоже должна быть закрыта. Смотрите, например, благочестиво одетых мусульманок. Или на нашем форуме и в моем мире найдите Игнатия Лапкина, где на фото я без голубя. 1 Коринфянам 11.13. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Жена – это женский пол в любом возрасте и навсегда. То есть я показываю, какой мой лист. Вот сейчас, это они тут говорят об этом, показать просто в моем мире. Какая страница. Вот страница, видите, я без голубя. А у меня другие страницы, там несколько страниц везде, копии. Вот такое вот. Вот на этом здесь и все найдете. Как наши сестры, одетые. Дальше. Марина Федцова. Мне интересно, каким образом подбирались или оказались люди в вашей деревне. Я так поняла, что все жители не просто православные, но еще и трезвенческий образ жизни ведут. У нас здесь клуб трезвения, которым руководит отец Александр и православные психологи. Так вот у нас, кто хочет одолеть свои страсти, проходит обучение в школе трезвения, а потом по желанию берут обет от трезвения. Таким образом, человек при помощи Божьей исправляется. Расскажите о ваших жителях, как можно к вам приехать. Очень хочется познакомиться с людьми и складом жизни. Мы уже писали неоднократно. Вы там найдете на сайте. Вот здесь, если зайдете, вот в сайт. И вот здесь написано в деревню, как приехать. Вот слева, ищем соратников. Здесь все найдете. Дальше. Другое. Это другое. Не, вот здесь, наверное. А, вот это вот. Ну-ну-ну. Это что? Внизу ответ вашей идет. А вот, почему вышел ответ. Про Потеряевку. В русский до журнал, вот почитайте, какие. Большой журнал. Очень такой православный. Для тех, кто любит Россию. Русский дом. Что тут написано? Русский дом. Ежемесячный православный журнал патриотического направления, издающийся с 1997 года по благословению Патриарха Московской в Северуси Алексея Второго. Также на издание православного журнала основатели имели благословение таких выдающихся личностей, как Архимандрит Иоанн Кристианкин и протеерей Николай Гурьянов. Журнал является продолжателем традиции таких периодических изданий, как «Москвитянин», «Время», «Тереш издание» 30 тысяч экземпляров. Главный редактор Александр Николаевич Крутов. Генеральный директор издательства Ирина Владимировна Крутова. Учредитель журнала «Фонд русской культуры». Девиз журнала «Журнал для тех, кто любит Россию». А тут даже сделали доклад на конференции Игнатия Лапкина и его деятельность. Посмотрите, вот оно где. А здесь вот «Русский дежур». Какой журнал? Номер третий за 2014 год. Ну, статья какая. Я бы мог даже его показать. Это журнал такой перспективный, как сказать, очень известный. Если человек никогда не читал, то можно ему даже показать. Не в раз-то. Я не ожидал, что так придется искать его. Наверное, не надо. Кинулся, а журнал-то под руками и нет. Ой, ага, вот он. Нашел. «Русский дом». Это я заезжал в Москву и там дали. Вот журнал какой. Вот он. Вот он как выглядит. Мне много дали. Килограмм, наверное, 70. Я на весах. Когда ехали за рубежом, мы там другим давали. В разных странах везде. Видишь как? Это журнал очень даже такой популярный. Где-то ты не сразу найдешь. История священия. Ну, что тут сказать-то неожиданно так. Ага, вот он. В этой деревне огни не погашены. Вот наше. Видите фото. РИА Новости напечатали. Оно заняло первое место. К нам кто приходит, первое место. Статья, фотографии. Все везде. Занимает первое место. Почему? Потому что от души. Вот они, какие фотографии. Вот епископ приехал в Потерявку. Максим, тогда был Дмитриев, в Ельце. Вот тут я стою. Тут батюшки. Вот брат Володя стоит. Ага. Вот он, смотри. Вот на другой странице моего мира я вот так с голубем стою. Девчата идут. Это внештатный корреспондент журнала. Вот отвечаем. Оксана Клименко. В воздаянии Господь назначает Петру великую награду. На нем создать церковь. Можно ли утверждать это со стопроцентной уверенностью, что ведь Петр, Петрос, Петрос камень, и камень Петра скала. Ну то есть, прочитайте здесь. Не на Петре, а на исповедании Петру, Петровым. Ты Христос, Сын Бога Живого. А на Петре еще там оснаешься. Еще отрещется от Христа, еще Сатаной его Бог назовет. И вот здесь считайте, смотрите. Много тут считать, это время уйдет. Сами просто тормозните и просчитайте. Видите, сколько она написала. Вот так. Тут непонятно, что тут было. Екатерина Тинникова, приветствую вас. Вы говорили, что можно приехать в деревню только в детский стан. Но в качестве кого? Не говорили. Не говорили. Ну, работать, работать, с детьми заниматься, стряпать, ну и все остальное. Оксана Клименко, я прошу прощения за мою настырность. Я отвечаю. Игла. Отвечаю каждому только на один вопрос. Остальное он сможет найти в наших 4124 ответах на нашем сайте. И там же в 41 нашей книге. Не искушайтесь. И дальше говорится, откуда что брать. Екатерина Тинникова, это вопрос. Я же пояснил, что нужна рекомендация тамошнего священника. Тамошнего. Тамошнего. Священника, чтобы он вышел на меня или написал вам с печатью и на бланке поручение, что вас знает, вручается за вас. И второе. Принимаем только тех, кто с детьми приезжает, сопровождающий их с группой. И если это даже не родители, то будет на общих основаниях и трудиться и жить, подчиняясь уставу лагеря Стана. Ему также придется оплачивать путевку, которую ему тут и выдадут. Лагерь живет только за свой счет. Помощи от государства нет ни рубля. Видите как, мы должны это сказать, чтобы знали люди. А как кормиться-то? С чего ради? И дальше. Анастасия Харламова. Получается, что даже если от второго брака ребенок, то и жена, и второй муж живут в блуде. Подскажите, как выйти из данной ситуации? Разводиться? Дальше подпочитайте, что видите как. Я отвечаю на эти вопросы, вот рядом идет где-то. Видите, сколько вопросов. Ольга Пузырь. Что делать мне? Куда мне податься? Где искать истинных христиан? Где принять крещение? В городе Харькове? Я не знаю. Подскажите заранее спасибо. Ответы. 1 Езра 10.10.19. И они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину. Прочтите выше и ниже главы. Спасение души дороже всего. То есть как это? Пятый, третий там муж, и этот тебе не муж. Это о чем? Я вас очень уважаю за твердость характера, но тем не менее, не приходило ли вам в голову, что все, чем вы живете и чему верите, это просто мыльный пузырь? Как можно доверять буквально тому, что написано в Библии? Ну да, так кто позже пишет? Не пузырь пишет-то? Тут Арина. Арина. Исаия и Иеремия. Ну нет, кто отвечает сегодня у православных такт? Они как огня боятся. Вот, пожалуйста, ответ. Ответ нам надо знать, где он в Библии находится. Светличный Александр. У меня беспроводной интернет и связь достаточно медленная, поэтому я не могу выйти по скайпу, а вопросов позадавать хочется. Ну вот видите как, прочитайте какие-то вопросы, посмотрите. Через сайт Кураева там и прочее-то. А Андрею хватится за вас. Я вижу, что ему не хватает умного собеседника. Ну это что он хочет. Екатерина Тинникова. Если это только детский лагерь, то тогда я не вхожу в эти рамки, так как давно вышла из этого возраста. И детей, конечно, у меня нет. Неужели человек не может просто так приехать, чтобы увидеть образ жизни людей и сделать для себя какой-то вывод? Разрешили, и она приехала и сделала вывод. Приняла крещение. Андрей Ильин. Батюшка, благословите. Прошу, батюшка, помолитесь за меня грешного. Пью водку, не могу остановиться уже больше пяти лет. Не упиваюсь, но каждый день 150-300 грамм. Понимаю от отговорки, но я уже так устал. Помолитесь, прошу, за меня грешного, окаянного. Ну я помолился, а ты пьешь. Что толку-то отмолить в это? Златоуз говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Вот ответ. Так, поэтому я хотел вас спросить, удобно ли вам отвечать в формате переписки? Ну вот я отвечаю где, посмотрите. Я отвечаю, что наш сайт означает. Вот смотрим. Это чего я отвечаю? Екатерина Тинникова, это только детский лагерь, тогда я не вхожу в эти рамки. Я отвечаю, что? Не может. Ну у нас порядки определенные. Серафим Мамди. Игнатий Тихонович, расскажите ваш опыт общения с харизматами. Очень интересно. Были ли вы свидетелем крещения мусульман? Ведь определенно я сейчас отвечать ему тут буду. А какая разница свидетелей крещения, какие они крещения, такие или такие. Крестить правильно? Да. Раньше они назывались пятидесятниками. Отношения были добрые, там моя духовная родина. Хотя к ним ни часто не принадлежал, просто там получил в руки впервые святую Библию. А вот опыта крещения мусульман нет никакого. Мало с ними встречался и не видел живую их крещение. Но оно должно быть такое же, за исключением большего их отречения от всех своих бывших заблуждений и мстительности, и кровожадности. О, опять это христиан. Добрый вечер. Вы читали труд Якова Ларбера «Юности Иисуса». Интересно узнать. Василий Слыва. Игнатий Тихонович, подскажите, пожалуйста, что мне делать в случае получения повестки в военкомат? Речь идет о массовой мобилизации в связи с событиями у нас на Украине. Стрелять в братьев русских я не собираюсь, но у нас массово приходят списки на предприятия и забирают в армию на службу. Подскажите, как мне поступить? Я отвечаю. Справка. Справка в военкомат. Вот какая справка. И наших никого не выбрали. Смотрите внимательно, кто молодые люди. Вот какой ответ. Дальше. Какая статья Конституции? Все здесь есть. Все. Вот она справка какая должна быть. И дальше. Это читали вы труд юности Иисуса. Святой Иоанн Златоуст охарактеризовал подобные сказания, подобных апокрифов, как бредни пьяных старух. Вот и весь сказ. Серафима Амди. Как вы ответите на эти обвинения протестантов? К сожалению, русская православная церковь в этом отношении на одном уровне с адвентистами. Туда вообще, когда хочешь и куда захочешь в кресте. Только вот заплати. А все остальное потом как-нибудь. Вот и иди, купи вот эту книжечку. Говорят батюшке, почитай. А то, что представляет собой святое крещение, это ничего. Вот так вот и ходит вся Россия. Ну понятно, я показываю, что вот так. Я думаю, от Гундеева не зависит. Я думаю, от Гундеева не зависит. Ну ладно, прочитайте, о чем вы говорите тут. Дальше ответ. Михаил Журавлев, Московская область. Здравствуйте, Игнат Тихонович. В ваших фотографиях я увидел письмо от митрополита Виталия Устинова, первоиерарха Русской Православной Зарубежной Церкви. Сам я катакомбник зарубежного подчинения. В настоящее время моя община входит в состав РПЦЗМП. Увидев это письмо, я подумал, что вы сможете мне помочь в одном важном деле. С подачей по благословению своего настоятеля я заинтересовался личностью и житием архиепископа Феодосия Бахметьева. Может, вы слыхали про такого? Буду очень благодарен за помощь. Ответ. Если наше общение будет продолжаться, то примите во внимание, что подобные вопросы просто не ко мне. Этим не интересуюсь, этим никогда не интересовался и этим никогда не буду заниматься. Кто бы он ни был, желаю ему спасения во Христе Иисусе и вам всем. Вот начинает спрашивать, знаю я, не знаю, зачем мне это нужно знать? Зачем меня в этом пытать? Иван Шнайдер. Как избавляется от постоянного желания самоубийства? Ну и как, петлю на шею надел и нет тебя. Как ты будешь избавляться-то? Никак. Повешаешься и все, и кончилось. Селин 8 пишет. Миром Игнатий Тихонович, изучали, сталкивались ли вы работу Джона Ватсона, движение основания церквей? Ну ладно. Еще что-то вопрос? Это ваш ответ. Конан Дойль, как говорят, уже отпели и Джон Ватсон, вроде бы помер. А что церковь без священства, то это не церковь, а безголовая секта. Без церкви нет спасения. Деяние 8 глава. Без непрерывной хиротонии и рукоположения от апостолов любая соорганизация не есть церковь. А рукоположение истинное сохранилось истинно и поныне. Первое у католиков, второе у православных всех юрисдикций, третье у григориан-армян, четвертое у коптов и пятый у сирийцев. Вот пять сильных. Ну и дальше прочитайте, какие места я привожу. Вот ответ, вот какой. Что Феофан, затворник, об этом говорит, прочитаете. Видите, какой большой ответ. Сколько времени это отнимает? Все места писания надо найти, привести. Еще что? Дальше Слин пишет. Истинно слово Божие. Я из баптистов, но истинно влечет меня к себе. Был крещен в детстве моей бабушкой в православии. Скажет ли рука тело, ты мне не нужна. Благослови вас Господь. Ну да. Дальше. Георгий Титов, можно задать вам очень смелый и дерзкий вопрос? Дерзкий вопрос. Зачем это нужно? Зачем его задавать, если он дерзкий? Если смутитесь, просто не ответите. Роль свящества. Да, да. Ни праведников, ни миссионеров, ни блаженных, ни монахов, ни юродивых, икающихся, а именно так называемых владык. Ну ладно, прочитайте здесь, видите, все здесь есть. Почему? Просчитайте. Маргарита Ру. Спасибо Господи. Можно вопрос такой. Великий пост по традиции жених и невеста, кто в стадии недавнего знакомства общались и хотя бы как-то или лучше бы избегать, им можно проверить на терпение и совсем не общаться. Конечно, я отвечаю. Юрга Титова о дерзком вопросе. Да, как бы ни проповедовать, вот места. Иоанн Откровение. Ответ. Про Великий пост. Можно и не общаться, но нужно ли это, если вместе в один храм ходят на богослужения и кружок по изучению Святой Библии? Конечно, чтобы ничего лишнего и прочего, даже и безгрешного. Дмитрий Чернышев. У вас есть книги или аудиозаписи о вашей миссионерской деятельности? Есть. Очень много записей, фотографий, роликов, все у нас есть. Константин Широков. Добрый вечер. В беседе с Никодимом Иисус говорит, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И далее в первом послании Иоанна два раза говорится, что человек, рожденный от Бога, не делает греха. 1 Иоанна 3.9. Или не грешит. 1 Иоанна 5.18. То есть ему после рождения свыше и исповедь ни к чему. Человек может родиться свыше один раз, как ребенок от жены. Так? Как же Иоанн Златоуст в толковании на Иоанна 1 Иоанна 3.9 говорит, если мы грешим, то рождаемся от дьявола. Если делаем добродетели, то рождаемся от Бога. Получается, рождение свыше это не единый акт, а периодическое состояние человека, сменяющееся грехопадением. Единое. Единственное, один раз. Если человек согрешил, для этого и исповедь есть пойти. Рожденный свыше. Как мы? Рождаемся. Бывает, где-то попали в аварию, что-то потеряли. Но мы один раз рождаемся. Один раз. Павлина Фучик. Здравствуйте. Спасибо за видео. Но у меня не получается соблюдать пост. Хоть я и хотела. Я живу в общежитии в комнате с девочками, которые не постятся. И в колледже питаюсь по талонам. И там еду не постную дают. Главное, конечно, это не еда, а как человек себя ведет во время поста. Соблюдает ли заповеди и молитвенные правила? Почему, когда начинают поститься, припородерживаются некоторые всего лишь один-два дня? Ну, не почему. Веры никакой нет. Моя бабушка жила больше девяносто лет, девяносто шесть. И она никогда не нарушила. Это привилось мне. Я ни в тюрьме, ни в лагере, ни в больнице. Нигде никогда не нарушал. Ни в дороге. Никогда. Я даже не знаю, как это нарушить. То есть нельзя. Это все равно, что для евреев есть и мусульмане свинину. Вот как их же. Отодеты, без плотка. Грудь раскрыта. Все это. Ну, что с мусульманками? Ни одна мусульманка за 1300 лет так не оденется. Виктор Гера. Слушай сейчас Тарсунова. Что вы думаете о том, что он говорит людям? Я имею в виду его лекции. Видите еще, какие вопросы Тарсунова. Ни Евангелия, ничего. И таких вопросов, я не знаю, сотни, наверное. Смотрите такой ролик. Дайте на него ролик, на этот комментарий. Зачем мне это нужно? Дмитрий Чернышов. У вас есть книги или аудиозаписи о вашей Министерской деятельности? Я отвечаю. Вот вы куда, заходите. Ответ. На наш видеоканал. Здесь ролики. Дальше. Про рождение свыше. Это единственный акт или постоянный? Ответ. Человек может родиться свыше один раз, как ребенок от жены. Это единый акт. Это единый акт. Слова Златоуста имеют в виду только то душевное состояние обновления, что называют рождением как бы. Да. Павлина Фельчука. Это про соблюдение поста. Ответ. Лукавые слова... Зачем почитайте. Феофан Затворник. Как говорит? Читай. От Феофана читать? Да вот отсюда. Игла. Лукавые слова от лукавых исходят, что они сами по себе извиняют свои грехи. Псалом 144. Не даю клониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных и вместе с людьми, делающим беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. О непостящихся, говорит Аполос Великий. Аполос. Аполос Великий. Уподобление дьявола наступает очень быстро, и похоть будет сжигать его. Феофан Затворник находит у людей четыре благовидных причины, которые они себе измысливают, чтобы не соблюдал посты. Но потом находишь, что все они от лукавства. А когда человек умрет, и демоны повлекут в ад, тогда хочешь или не хочешь, но пойдешь в свое место мучений вместе с сатаной, с лукавым, которого слова постоянно повторял, извиняя свою наклонность к греху и блогу. Это Феофан Затворник говорит. Игла. Я не в чужую тему вошел, а ответ даю на вопрос. Спорить же христианину не должно, но можно засвидетельствовать не более двух трасс и молиться. Ну и дальше отвечаю, что такое. И вот здесь четыре причины обжорства. Дальше я о себе говорю. Я про этого Торсенова говорю. От сатаны он. Исэра 28.8. Вот теперь места Писания. Четыре места Библии достаточно. Одно слово мое, или два. Элла, любовь. Для меня, Игнатий, чего-то там насец не авторитет. У меня один единый, вечный, чудный, крепкий Господь, Бог Сидержителей. Я, Вадима, духом истины, а не буквой. Я не понял, она раздетая полностью, что ли? Нет, у нее лямки на плечах. Она в духе истины, она раздетая. Вышла сюда после ночнушка какая-то, или что? Духом истины, а не буквой. В пост иду не худеть, а разбить оковы рабства. И постму не определенные дни, а тогда, когда духу угодно. Я люблю Бога. Смотрите, какая вида. Я все, все, ни почем посты не нужны. Она умнее всех святых отцов. Христианство не свод правил, а романтические отношения с Иисусом Христом. А дела это плод отношений любви. Ой, романтические. Я о Игнатии Богоносце. Это вы, что ли? Кто вам дал это имя? Даже двухдневный хлеб уже превращается в сухарь. Я даю свежий на каждый день. Все к чему, как он не знает. Константин Широков. Спасибо. А вопрос с Истоведью. Родиться свыше человек должен до крещения или получение православной церкви в момент крещения? В момент крещения. Крещение – это третья часть рождения свыше. Первое – признание себя абсолютно погибшим грешником. Второе – веровать во Христа, что он умер за тебя. И третье – принять крещение руками священника. Троекратное полное погружение вертикально, не на спину. Бесплатно. Константин Широков. Спасибо. А вопрос с Истоведью. Родиться свыше можно до крещения. И в жизни рождение свыше возможно и до, и после, и в момент крещения. Да. Я говорю сначала, как установлено, а потом, как может быть. Виктор Агерьев, от сатаны говорите про Тарсунова. Возможно. Но с первого взгляда все как бы выглядит пристойно. Нужно будет прислушаться более внимательно к его речам. Каковы же тогда его молитвы, его действия? Мотивы. А, мотивы в его действии. Если он не праведник. Почему он этим лекциям занимается? Вот видите, почему он такими лекциями занимается? Как вы считаете? Вы его и спрашиваете. Я-то при чем здесь? Его лекция. Он говорит. Константин Широков. Я уже раза три просмотрел ваш ролик про рождение свыше. Так вот, в Новом Завете Господь ясно говорит о признаках рождения свыше. И может быть я не стал писать вам, но вчера уткнулся в 1 Яна 3, 9 и 5, 18. Что рожденный свыше не грешит. Понятно, что это констатация факта. Тогда этому человеку и каяться после рождения будет не в чем. Так? Не так, конечно. И еще. Мне интересна ваша позиция по поводу крещения младенцев. Вы приводите из Священного Писания 77 мест о жизни в Духе Святом. Подскажите эти места, пожалуйста. Ну, найдете. Вот здесь написано крещение на нашем сайте. Крещение в папке. Татьяна Черкасова. Добрый вечер. Я хотел узнать, сколько у вас стоят дома и где люди работают. Есть ли перспектива, чем вообще люди живут в особенности, которые только приехавшие? Огород. И хозяйство. Корову заводят. Другую живность. Овец, птиц, пчел. Чем жили раньше люди? Про Торсунова вопрос опять. Ответ. Просмотрите вот это и ответ вам не будет получен. Про современного премьера Украины Яценюк. Вот так. Константин Широко. Я уже присмотрел ролик про рождение свыше. Мир вам, Константин. На эту тему я говорил на занятиях по терявке. Тема стоит на ютубе. Указать сразу не могу. Это было прошедшей осенью. Посмотрите по плейлистам. Добрый вечер, Татьяна Ширкасова. Хотел узнать, сколько стоят дома, где люди работают? Да. На этот вопрос я уже отвечал не раз. И прошу модератора и администратора брать бывшие мои ответы и отсылать. Потому что приносят мне сюда. Юрий Чарыкин. Добрый день. Да. У меня к вам вопрос. Купил в православном соборе крестик, а на нем масонский знак. Как быть с этим? Ответ. Покажите здесь, а то может быть вовсе даже не масонский. Виолетта Ткаченко. Игнатий Тихонович, ну про грязные руки это может быть перебор. Так как оскверняет человека не то, что входит в него, а то, что выходит из него. Вот она большой задает вопрос. Вот посчитайте здесь. Посчитайте, чего она хочет. Но она тоже нуждается, чтобы ей ответили. Игнатий Тихонович, Арина. Как понимать ваши слова о посте? Пост всегда и для всех. Ну вот для беременности, для больных. Это коротко посмотрите. Еще здесь чем? Это ей же про пост. Я отвечаю. Беременным и бладенцам нет вина. Устав общий и для всех, без уточнения. Сами понимаете, люди. У нашей мамы нас было живых 10 детей, 5 девочек и 5 мальчишек. Я отсаженный от груди уже постился наравне со всеми. Мне уже почти 75 лет. И еще ни одной таблетки не проглотил. А служил в ракетных частях и подводном флоте. Ясно. Туда хилых не берут. И что? У моей сестры 7 детей и все здоровые. И такие дети уже ни рыбы, ни мяса, ни молочного, если уже отсажены от груди. Полтора года. И они уже со всеми за один столом. Сын один служил в президентском полку, другой в Германии. Я не в чужую тему вошел. Вот теперь вот я поясняю что-то. Большой ответ очень. Прочитать. Вот сюда. Ответ. Дальше. Лея Демидова. Хотел у вас посоветоваться. У меня брат родной, инок. Ему 18 лет. Он рукоположен, но пострига не было. То есть не монах. Живет при церкви. Сейчас он встретил девушку и хочет в мир. Ну и никак. Юрий Чарыкин. Наверху крестика имеется символ, треугольник. А внутри всевидящее око. Такой знак у масонов. Ну мало ли что. И у христиан такое же. А они у христиан взяли. Сергей Жариков. Игнатий Тихонович, молюсь и за вас, и за вашего оппонента с кошкой вместо фотографии. Ввиду его демонстративно лежащей позы было ясно, что у него противление дух против вас. Я за вас. Это у нас в Куротовском говорит. Все развалившись такое вот это. Это про монаха, который хочет в мир. Ответ. Судя по вашим словам, брат ваш может по любви жениться. Но это только предположение. Подробности знает может быть тамошний священник. Тамошний, таможний. На таможню его везти что ли. Вы же, батюшки, сходите. Федор Анакинтиевич. А почему вы сидите в интернете? Это же вроде как грех. Ха-ха-ха. Дальше. Про знак масонов. А, всевидящий око. Ну точно такой же знак и у христиан есть, как всевидящий око Святой Троица. Лучше бы без знаков, кроме креста животворящего. Ну вот еще тут два вопроса. Тут просто сфотографируют, это мелкие. Очень много вопросов. О чем здесь? Является ли грехом, если я выиграл в интернете приз для моего ребенка? Я знаю, что Бог запрещает играть в лотереях. Можно ли назвать этот приз тоже лотереей? Ведь участвовала в выигрыше много людей. Отвечаю. Жизнь не игра, и она неповторима, чтобы размениваться на мирские утехи. Бог цель не только заработанное тобой, своими руками. Вот дальше показывает, какие места. Если уже выиграли по незнанию, то может отдать нуждающемуся в питании, или вообще забыть об этом выигрыше, так как в нем может быть очень большой проигрыш. Вот места. Найденное пусть это будет из сокровища. Золото пользы никакой не принесет для души. И дальше по тебе. Видите, какие места. Андрей Михайлов. Игнатий Тихонович, скажите. Слышал священник Ткачев, если не ошибаюсь, говорил, что брак между верующим и неверующим человеком приемлен, ссылаясь на 1-е послание Коринфянам 7-14. Приемлен. То есть двое были неверующие, а один обратился. А не так, что верующие за неверующие. Ибо неверующий муж... А как же тогда 2-е послание Коринфянам 6-14? Не преклоняйтесь под чужой ермой с неверными. Вот так и объясняем. Верующий не может на неверующих жениться. 1-е послание Коринфянам. Жена связана с законом, так коли жив муж ее. Понятно. Так, это про неверующие. Я отвод ответ. Если так кто-то говорит, допуская браки верного с неверным, они, как вы показали, должны согласовать и с этими стихами. Вот так толкует в блаженный Феофилакт. Согласуется всеми святыми отцами Вселенской Церкви Христовой. Предыдущий стих, говорящий, как и кто оказался в таком смешанном состоянии. То есть оба были неверующие, а потом одна половина обратилась. И вот далее именно и только от таковых и речь и идет. 1 Коринфянам 7-12-13. Впрочем же я говорю, не Господь. Если какой брат имеет жену неверующей, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Между тем, рассматриваемую заповедь апостола относи к тому только случай, если муж и жена соединились с браком, когда еще оба находились в неверии. Но после та или другая сторона обратилась к вере. Ибо если прежде только один муж был неверующим, или только одна жена, то верующей половине вовсе не позволялось вступать в брак с неверующей. Это видно из слова апостола. Ибо не сказал он, если кто пожелает взять неверующего. Но если какой брат имеет. А опять, не просто предписывает жить в верующей половине с неверующей. Но только в том случае, если последнее пожелает того. Ибо это значит согласно. То есть, если пожелает. Андрей Михайлов. Еще хотел спросить, как понимают душе после смерти? Любой, значит, показывается красотой рая. В откровении написано, что ничто нечисто туда не войдет. Как понимать правильно? И еще вот вопрос. Смысл молитвы за умерших, если их участие изменить уже нельзя? Спасибо. Ну, принято чувство любви. Принято. Изменить нельзя. Ну, принято так. И молимся. Андрей Жуковец. Как вы относитесь к термину уранополитизм, предложенному отцом Данилом Сосовым? Уранополитизм. Отвечаю. Игла. Слушав проповедь одного витей относительному мук в аду, слушатель воскликнул. Можно подумать, что он только что вернулся из ада, был там в командировке. Так красочно все описывает. Мы молимся ежедневно об усопших во Христе наших братьях и сестрах, но за 51 год проповедничества и миссионерства я не... Ну, дальше я поясняю, что какие места писания об этом, видите как. Ответ дать надо. Кто придумал слово уранополитизм? Ответ. Кто придумал это слово, к тому и вопрос. Да. Юлия Долбнева. Долбнева. Ну, добрый день, Игнатий Тихонович. Мы друзья ВКонтакте. Помогите разрешить один вопрос по Библии, пожалуйста. У меня есть брат двоюродный, но с ним беда. Ему 17 лет. Живет с мамой. Отец мой дядя умер, когда он только родился. Года тысяч три назад начал увлекаться всем черным. Сатанинской музыкой. Несколько раз лежал в психбольнице. В последнее время, когда мы видимся, он меня материт, поносит, говорит мерзости. И я перестал с ним общаться по слову апостола Павла. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником. Или лихоимцем, или дослужителем, или злорещивым, или пьяницей, или хищником. Даша, правильно ли? Правильно ли? Не нарушай ли я закон любви, даже нездоровый с ним. Правильно делаешь, абсолютно правильно. Я отвечаю. Правильно. Игнатий Тихонович, Арина, Игнатий Тихонович, а что делать постом детям, которые ходят в детский сад? Там же им отдельное готовят, в школе младших вас. Я отвечаю. Это заложено должно быть в ребенка со дня рождения. У нас в семье было 10 детей. Отец инвалид, Великой Отечественной войны, почти неверующий. Мать глубоко верующая, и она так наставила нас, что в детский сад не ходили. А в школе даже воду не пили. Нельзя, грех. И я бежал на большой перемене домой, чтобы напиться. А уж о том, чтобы нарушить пост, о том и речи не было. Если ребенок избран Богом и наставлен, то он никогда не фокусится нарушить пост. Мне Бог это дал, и за всю жизнь... Я поясняю дальше. Места Писания, прочитайте. Вот сколько мест Писания надо открыть. Что сравнивать? А Осипов это будет открывать. Они людей только к Христу не приводят. Он вокруг себя их крутит, вертит. И вот этот Дудин, они все одинаковые. Одна Дудка у них. Почитайте, сколько мест Писания открываю. Один вопрос. И смотрите, какой ответ дан. Сколько мест Святой Библии, которые дают ответ. Так, еще тут еще. Арина, спасибо за ответ. Надо было мне ситуацию сразу прояснить, чтобы один вопрос уместилось. Ну вот конкретная ситуация. Мама работает, потому что иначе никак. Хотя хотел бы быть домашней хозяйкой. Ребенку 5 лет. Приходится водить его в детский сад. С 8 часов утра до 5 вечера он находится в детском саду, где его кормят молочной кашей. Я уже говорил, все. Ясным супом. На причине. Мы это все знали, никогда не ели нигде. Знали и не ели. Отвечаю на один вопрос. Дальше что тут? Ягодка пишет. Здравствуйте. Если у человека сложная ситуация в жизни, духовно такая, что длится уже много лет, есть психологические проблемы духовные, возможно, серьезные. От этого проблемы душе и понимание многих вопросов отношения к жизни вообще внешне. Все это может быть незаметно окружающим никак, так как научился скрывать. Ну ладно, понятно. Посмотрите, что тут непонятно. Так, отвечай. Первое. У вас же есть имя, фамилия, возраст и прочее. Но здесь нет ничего этого, просто ягодка какая-то. А ягодка это не удушевленный предмет, и может быть ядовитая ягодка. Своё фото нужно было выставить и без вилюжин, без намеков, а конкретно и честно описать своё положение, свои дела. Всё это разрешает не человек, а Бог. Вот к нему и нужно идти без пустословия и краснобайства уголовников, а смиренно склониться перед ним. Безоговорочная капитуляция. И пойти там, где ты есть, в православный храм к священнику, и там всё на исповеди рассказать. Учитесь паститься, молиться, плакать, подавать милостынь и при том весьма щедро. А вот так накручивать круги, это пишут так, хватавшие в жизни в три рта, попиравшие всё нравственные законы жизни, огорчавшие всех, с кем встречались. Это смертельно опасно. Бог вам в помощь. И вот ответ, где псалом просчитать надо. Дальше. Пашенко Владимир. Вот это. Поклон вам, Игнатий. Очень интересуют ваши книги, где можно увидеть весь перечень и показать их. Раба Мария. Она переправлена. А где ты нашёл шапачки? Вот. А это перекинул. Перекинул, да. Перекинул. Вот дальше. Ну, тут что-то такое, это ответ. Просто посмотрите. Миром, дорогой Игнатий Тихонович. Это пишет Елика Нидов. Елика Нидов. Это она выдумала имя. Это Наташа. Наташа Гаврилова. А пишет там Лукопетина да всё. Не люблю. Жена священника. Миром, Игнатий Тихонович, что бы вы сказали по этому поводу? Хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, тут что-то такое. Это не Сергей Дудина жена? Так. Да нет, конечно. Похоже. Миром, Игнатий Тихонович, что бы вы сказали по этому поводу? Хотелось бы услышать ваше мнение. Дальше. И ссылка. Если принять всё именно за то, что и как называется здесь, то можно начать с имени Кристина. Все, кто в монашеском одеянии, и сама героиня, это ряженая вакханалия. Переодетые казачки, мишура подставная. И никакого отношения это ко Христу и к Святой Библии не имеет. Ровным счётом, ни жесты, ни хохочущей рты, ужимки. А вот что за совет, определяющий дать, какое место в этом постхристианском балагане. Это их наколки, мефистофелевские выскобленные подбородки и бородки, и грохочущий зал. Это всё явный шабаш нечистой силы. Согласно поговорке, если враг хвалит тебя, то подумай, какую глупость ты мог сделать. Этот зал и выступающие есть вход преисподней. Вот теперь дальше отвечаю. Даже в этом беснующемся скопище блудилища за голову хватается и откидывается в экстазе довольствие этой клоунады ведущая. Вы ещё посмотрите хотя бы два раза два всю эту извивающуюся нечисть, пытающуюся представить себе в виде человеков этих явных предтечий антихриста. И просмотрите, прочтите, что говорит об этом всём Святая Библия. Уже снизь земля, содрогнись гоморра. Реша, объясняй, какие места. А тут о чём большой такой тоже. От Романа Подымова Игнатию Лапкину. Доброго здоровья, Игнатий Тихонович. Нужно именно во Святи Библии. Вы же простите за мою несдержанность. Зная вашу строгость и любовь к порядку, я не стал задавать вопрос в личке. Ну ладно, в личку, прочитайте, тут что есть. Это ответ ему идёт. А Стерлигову я отвечаю. Стерлигов вообще ничего и нигде не доказывает, а говорит с непомерно великим ампломбом. Для него церкви давно уже нет на земле, а если есть где-то, то это только лично он и ещё где-то какой-то якобы епископ, который никого не знает. Никто не знает. Никто не знает. Да и он его не видел. Думаю, что это всё прикрышка своего неверия. Вовремя отхватил нужное, успел отойти от великого хапка, воспользовавшись им по полной программе, а теперь мудрует и дуркует своим суисловием. О рождении свыше и о водительстве Духом Святым у него нет и микроскопического понятия. Он абсолютно плоской человек. Его задача напустить туману побольше, погуще и позаумнее, и чтобы его посчитали за верующего. А для чего ему это нужно? Пусть бы он ответил на этот вопрос. Ему ни каноны не нужны, ни святые отцы, не говоря уже о Святой Библии. Всё это ему как бы ничто. Я его считаю всё почти. И для него всё. Вся православная церковь нет церковь. РПЦЗ нет церковь. Старообрядцы нет церковь. А он к ним тяготел. Но, видимо, прикипел к мамонии. А везде просят чего-то. А не платящему десятину, кто по божьим меркам в сути святатати цивор, нужно тогда всех посчитать неверующими, а себя провозгласить зачинателем. Ну, дальше прочитаете. Как хабар. Просчитаете, какие места. Дальше. Еликанида. Да. Венатий Тихонович, я к вам опять с вопросами. Знаю, что на эту тему уже есть ответы, но в тонкостях не нашла ответа. Если всё же имеется, то прошу дать ссылку на них. Первое. Много спать. Грех. И как определить меру именно своего личного сна? Ну, не больше семи. Спуститесь до трёх часов. Я, например, сплю 6-7 часов в сутки. Но сон у меня отрывками. С часу ночи до утра сплю плохо. Младший ребёнок постоянно просыпается, соответственно, не высыпаясь. Понятно. Сейчас посмотрим ещё немножко, пройдём. Это ответ кому-то. Ягодка. Да. Ну, прочитайте просто. Видно, какой ответ большой приходится давать. Вот. Смех не полезен. Сон уменьшай. Вот где ответ. Сколько спать? Вот я даю ответ. Это на нашем форуме мой ответ. Вот ответ. Учёные уверены, меньше ешь, дольше живёшь. Вот оно. Чем угодья, водги. О поклонах. Депутаты Госдумы. Повестковик. И дальше. Татьяна Андрейко. Прошу прощения. Сейчас продаются в церквях пояса с молитвами до воскресенья Бога. Ну, дальше объясняю. Ольга Ловчинникова. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я воспитываю детей одна. Так уж получилось. Видимо, что Таняне. Ну, дальше она что говорит, видите, как много. Надо посмотреть. Инвалидность, трамбы какие. Вот. Просто надо увидеть. Ну, и после этого ответить. Нина Быкова. Здравствуйте, батюшка. Недавно узнала, что через прививку могут сделать чип человеку. Выходит, что мне нужно отказаться от всех прививок, которые назначит педиатр. Первому ребенку мы весь курс прививок сделали уже. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Стоит делать ребенку прививки или вообще нельзя? Тогда, наверное, через обычные уколы могут сделать, получается. Простите, если отвлекаю. Просто еще смотрела, видимо, с отцом Дмитрием Смирновым про прививки и как-то успокоилась я. Он говорил, что прививки можно делать. Главное, проследить их количество. Да никак не проследишь. Не делать. Это вред. Бесплодными делай, ты больными. Андрей Михайлов. Игнать Тихонович, а зачем молиться за умерших, если они уже на небе? Что вы думаете об Осипове? Второй вопрос. Вот думал, почему профессор, обучающий священников, сам без бороды? Ну да, я уже отвечал на этот вопрос не один раз. Руслан Куценко. Здравствуйте, Игнать Тихонович. У меня к вам просьба. Могли бы вы пересчислить хотя бы два или три правила только из Средневеских соборов касательно недопустимости обливательного крещения. Апостольское правило 50-е. Достаточно одного. Большое спасибо. Так, продаются в церквях пояса с молитвами да воскреснет Бог. Ответ. Настить пояс можно и нужно. Вот посчитайте, что я говорю здесь про пояс. Я многое беру из жизни. Ольга Овчинников, здравствуйте, подскажите. Тоже отвечаю. Дальше. Нина Быко про прививки. Прививки. Наши не делают прививки. считают, что не в чипах дело, а просто болеть будут еще больше. Решительно не делают. Чип тут никто пока вроде бы не ставит. Просто привьют заразу. Очень многое пишут. Не проверить, не доказать не могу. А дети без прививок лучше живут. Это точно, как говорят родители. Ну, все на этом. Слава Иисусу Христу. Благодарю. Спасибо, Христос. Займемся со своими делами. Спасибо.